Всем привет! Леонид Котвицкий. Чтобы там не было у нас, но пока есть возможность, занимаемся огородом, рассадой и так далее. И сейчас я хочу рассказать про пересаживание рассады в более крупные емкости, или аналогично некоторые моменты из этого же используются и при высаживании рассады. Сейчас смотрите, здесь ячейки, которые поливаются снизу, вода наливается в поддон, они подсасывают, но я сейчас их поливаю хорошенько саму ячейку. Почему? Потому что буду пересаживать в более крупные стаканчики, и я буду вынимать ячейку так, чтобы притормозить рост. Потому что даже перенести все эти ячейки в теплицу я не могу, да и слишком все равно здесь густо, у нас еще морозы, вот, и надо, ну и надо, чтобы они жижи стали, и они, чтобы притормозились пока что, потому что слишком быстро. Есть, значит, два способа, два способа высаживания рассады и перенесения в емкости. Один с полностью сохранением комка, так, чтобы, и корней, да, максимальным сохранением корней. Значит, как это делается? Это отсушивается, день-два не поливается, чтобы земля стала прям таким сухим комком. Тогда сминаем немножечко вот этот комочек, переворачиваем, или тянем за стебелек, если стебли уже достаточно толстые, так можно показать. Вот, на стаканчике точно то же самое и набидаем, и комок целый, целый вынимаем, не нарушая его максимально, переносим в другую емкость, засыпаем там земли, или как, или высаживаем в почву, если это уже высадка. Если же нам надо притормозить, чтобы не сильно перло вверх рассада, так, вот, то мы пересаживаем по-другому. Значит, я сейчас это как раз показываю. Значит, проливаем хорошенько ячейку, проливаем хорошенько ячейку, вот, чтобы стебелек легко выдернулся, но в данном случае мы не выдергиваем его, пытаясь сохранить максимально корень. Мы наоборот, мы его даже вот так выдергиваем, чтобы меленькие корешочки оборвались. Садим его, так сказать, по уши, землей засыпаем по уши, вот, досыпаем земле по уши, вот, и еще можно пролить. Земля немножко просядет, можно либо сразу ее подсыпать, либо подождать, когда она подрастет, так, тогда досыпать земли еще немножко, чтобы оно опять тормознулось и начало давать боковые корни. Ну, ладно, я надеюсь, что уже тормозить не придется. Сейчас еще пару стаканчиков сниму, пересажу так и пока объясню смысл этого всего. Значит, если рассада слишком рано высажена, или как у нас сейчас, нет возможности поставить досветку, так, военное время, ну какой, все, никакого света на окнах категорически быть не может. Вот, темный режим и все такое. Рассада, что, начала вытягиваться, начала очень сильно вытягиваться вверх, так, есть здесь листики настоящие, вроде есть. Вот, рассада начинает вытягиваться, вытягиваться, прет, куда ее не просили, и в результате уже просто падает. Так, вот, некоторые просто падают. Так, толку от такой рассады никакого. Растение из самого начала уже растет в тяжелых для него условиях. Так, генетически, так сказать, ну не генетически, там, немножко по-другому можно сказать, но в растении накопятся гормоны, которые будут сигнализировать, что ему тяжело. С самого начала растение уже настроится, что жить тяжело, а если жить тяжело, значит, уже заложит в себе сигнал, что сильно плоды не закладывать, вот, и все. Ты потом его будешь пытаться удобрять, поливать, а оно не захочет закладывать нормальные плоды. То есть, с самого начала растение запоминает, что ему плохо. Вот, этого делать нельзя, так, если уж случилось, что взошло слишком рано, и такая вот ситуация, да, дай бог, чтобы она закончилась, чтобы мирно жили и выращивали, вот. Но, но, если уж так получилось, значит, надо растение восстановить, чтобы оно не росло, не падало, так, а набрало силу. Так вот, когда мы вот так пересаживаем, так, хорошенько засыпаем, то, такой длинный стебелек, так, уже растение не тратит силу, чтобы удержаться на этом стебельке, а ему что не хватает, света, так, света не хватает, оно вытягивается, почему тянется к свету, света не хватает, не из чего этот стебелек формировать. А тут стебелек засыпали, все, растение, так сказать, расслабилось, уже силы на него тратить не надо. Второе, растение начинает выпускать корешки, его пересадили, оно останавливается немножко в росте, начинает выпускать дополнительные корешки, тем более чувствует новую землю, этой земли больше, чем было раньше, так, опять же, неделю, две, вот, растение накапливает силы, чувствует, что ему на новом месте хорошо, вот, а дальше уже идет в рост. Я повторюсь, это не идеальный способ, лучше сразу посадить вовремя, и чтобы этого или досвечивать, или далее, чтобы этого вытягивания вообще не было. Все равно, с вытягиванием это уже хуже. Кстати, можно приплюскивать, можно не приплюскивать, это, так сказать, не обязательно, именно так, или именно так. Вот, но когда растение чувствует, что ему, что вот оно окрепло, набрало сил, распустило корни, за это время, за те пару недель, солнце уже станет больше светить, даже на том же самом окне, если не получится еще впарник в теплицу перенести, даже на том самом месте, месте уже станет больше солнца, так, и растения уже с новыми силами начнут больше расти. Плюс, рассаживая в большие стаканчики, и на меньшей площади, так, потому что вот здесь ну просто тесно, здесь мы сеялись с запасом, так, со своими семенами, то кое-где и по 4 штуки, но это ж капец, они же друг друга душат, а тут будет все по одному рассажены, так, и растение станет больше света, больше земли, новые корни, и оно почувствует, что ему теперь хорошо, и пойдет, и дальше будет уже все гораздо лучше. Повторюсь, это используется только если вот такая возникла ситуация с вытягиванием, так, если нам надо пересадить, и чтобы растение сразу как можно лучше принялось, и как можно быстрее пошло в рост, так, либо в больший стаканчик, либо из стакана уже там, рассаду в почву на нарост, там в теплицу или в открытый грунт, мы подсушиваем, приминаем, вынимаем целый ком, стараясь максимально его не нарушать, а не специально выковыриваем ложкой и рвем корни, как некоторые делают, я знал людей, вот такой помидор со стаканом, они берут ложкой еще выковыривают и с вот таким вот корешочком несчастным садят эту рассаду, зачем? Это из общей емкости, где густо посажено, так, если не по стаканам, то уже выковыриваешь, потому что других вариантов нет, но вот так в отдельных емкостях намного лучше для растения, вот, так, вставочка, покажу результат, так, землю взяли заодно и отсюда, потому что, зачем она нормальная земля, вот, вот, пересажена теперь в более большие стаканчики, если нет возможности пересаживать в более большие, но надо справиться с вытяжением, есть еще такой трюк, что просто вынимаем, так, проделываем отверстие глубже и садим, опять засыпаем по уши в той же самой ячейке, даже такой еще листрюк, но если возможность в более крупную емкость, то тем лучше, что и сделано. все, желаю вам всем, чтобы у вас тоже все росло и плодоносило, и в этом году тоже, и у вас, и у нас, вот, мирного неба вам над головой, хороших урожаев и всего хорошего, все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok